привет это пляж который википедия называет одним из самых красивых пляжей россии вот там у нас япония там у нас город находка но сейчас туман только сойдет и я покажу подробнее иногда дорога сама может быть не просто средством достижения цели но и самой целью путешествия она может вести через удивительные места пролегать через живописные дороги и предлагать уникальные виды в конечном счете это может стать самым запоминающимся опытом на всем пути украшения украшения Субтитры сделал DimaTorzok Почему бухта называется Триозерья, догадаться нетрудно. Здесь расположено три красивых озера, по берегам которых, к сожалению, уже начинается какая-то хозяйственная деятельность. Сейчас еще не так много людей на пляже, но в самый сезон, где-то с середины июля по начало сентября, здесь бывает прям очень много людей. Для отдыхающих здесь есть вся инфраструктура. Хотя она, правда, немного хромает, но смотрите до конца, я еще расскажу о ней подробней. Еще здесь есть три небольших острова, которые все вместе называются Скала Крейсер. Ну и, конечно же, шикарный пляж длиной чуть более полтора километра. В этом районе Приморья на 30 километрах побережья расположено множество красивых бухт. Например, у меня есть видео, как мы были в очень уютной бухте Ежовой. Ссылка на это видео будет в описании, обязательно посмотрите, если еще не видели. Или вот, тоже недалеко расположена бухта Спокойная. Вот эта центральная скала официально называется Замок. И назвал ее так сам Адмирал Макаров, потому что со стороны моря горная гряда действительно похожа на средневековые укрепления. Кстати, если вы засиделись на пляже, то всегда можно потратить пару часов и посетить этот памятник природы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Этот природный парк считается особенным местом, где сосредоточена древняя сила. Десять тысяч лет назад неземные существа создали Долину Атлантов. Есть версия, что тогда на Земле произошла катастрофа, и жители вынуждены были покинуть свои дома. А также есть те, кто утверждает, что до сих пор в Долине Атлантов обитают духи, которые охраняют это место. Но мы в это, конечно же не верим. Веками солнце, ветер и осадки обтачивали эту горную гряду, обнажая базальтовую породу. А нет, я это уже говорил, я уже рассказывал про эти процессы в ролике про чистоводное, про парк драконов, и когда мы были на Белом городе. Поэтому, если не видели, то обязательно посмотрите, ссылочки будут в описании. Несмотря на мое будничное описание и отношения, это все очень красивые места нашего Приморского края. К сожалению, добраться к некоторым из них не так уж и легко, но если вы любите природу и красивые виды, то это однозначно того стоит. На самом деле, когда находишься рядом, прикасаешься к ней и понимаешь, что это все огромный цельный кусок монолита, который так возвышается над тобой и неизвестно, насколько еще уходит в землю, здесь и сейчас очень легко поверить во что-то неземное, что-то мистическое, что-то, что есть за гранью нашего осознания. Культурная программа у нас закончена. Надо снова возвращаться в Три озере. А, да-да-да, чуть не забыл, у нас же наклеечки появились. Такие вот. Как раз есть для нее место. Вот не прямо здесь, наверное, а вот для тех, кто уже вернулся с горы. Сейчас сюда забомбим. Теперь самое время рассказать про инфраструктуру пляжа. Для туристов в бухте Три озере располагаются три базы отдыха. Лазурное море, серебряный берег и морской бриз. На всех базах есть стандартный набор услуг, таких как душ, туалет, прокат всевозможных пляжных принадлежностей и можно заказать морские экскурсии. Тут есть солидные дома, как говорится, для солидных господ. Домики чуть поменьше для людей попроще. Совсем уж простые домики, где, наверное, трудно будет разместиться большой семьей. И, конечно, на самом пляже сдаются места для палаток. Цена здесь вопрос, конечно, спорный. Сейчас кто-нибудь обязательно придет к комментарии и напишет, что за эту цену можно неделю в Таиланде отдыхать. Ну да, конечно, можно отдыхать неделю в Таиланде. Но спрос рождает предложение и домики здесь в сезон совсем не пустуют. Хорошо, что такие места все равно существуют. Представьте, что если бы здесь не было бы бас и при таком массовом посещении, что бы здесь от этого пляжа вообще осталось. А еще здесь поющий песок, как на Пхукете. Наконец-то все успокоилось, люди разбрелись по своим лагерям. И можно спокойно поужинать, насладиться этим морем, этим пляжем и вообще этой природой. В полночь по правилам бас здесь наступает режим тишины. И я очень рад, что такая практика существует. Потому что даже не представляю, зачем тащиться в такую даль, если не наслаждаться ощущениями, которые дарит сама природа. Любите Приморье, любите вообще свой дом. Отправьте ссылочку друзьям и напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!